Доброе утро, мои дорогие! Добренькое утро! Вот и еще один день настал. Мой базар восточный. Ну что, гранатики растут. Ой, сегодня ночью до двух часов не могла уснуть. Делала сатуар, что вчера купила, перламутровые бусинки. Так мне давно хотелось вот такого цвета. Вот. Что прям не могла это. Какой сон. Я легла пол одиннадцатого. Легла, крутилась, 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 крутилась. Думаю, ну не могу. Не могу. Давай встану, доделаю. А потом доделала и со спокойной совестью легла спать. Я уже не стала как сумасшедшая каждый день вот это делать. Ну, во-первых, куда их девать? Ну, во-первых, куда их девать? Уже Саша ругается, говорит, класть некуда в Питере. Я ей отправляю. Ну, что, они лежат. Покупают-то редко. Да я сама понимаю, что украшения – это не хлеб. Чего-то обижаться-то. И обижаться не на кого. Да, они красивые, модные. В единственном экземпляре. Но это время тяжелое. Не до такой видно красоты. Вот. Я говорю, Саша, да пускай лежат. Продадутся когда-нибудь. Что теперь? Что ж теперь делать? Но делать хочется. Я уж и так, конечно, делаю всякое тут. И цемент этот не бросаю. Хотя, честно говоря, я очень от него устала. Очень устала. И я с нового года все думала, что я куплю белый цемент. И буду делать небольшие штучки всякие. Но белого цемента тут нет. А этот как-то маленький из него делать, они получаются. Ну, грубый цемент. Грубый, неаккуратные они получаются. На больших это все-таки не так видно. А с большими уже, ну... И вообще, что-то стала я от этой гонки уставать. Не вижу я никакого толка от второго канала. Вы не заходите туда. А почему я это знаю? А знаю я это потому, что была кнопка неактивная. Спасибо, Любаша Саранча. Она мне написала, что у меня неактивна кнопка. И, значит, никто это время и не заходил туда. И не посмотрел, что я там делаю. В общем, как-то... Да. Все, что связано с деньгами, у меня... Не идет. Ну, ладно. Ну, что, мои дорогие, включаем новый день. Сегодня суббота. Остались не считанные дни. До приезда Марины с семейством. Прям считанные дни. Буду сегодня убираться в Алинкином доме. Вчера на втором этаже убралась. Сегодня буду тут убираться. Я их прям жду, жду. Понимаю, что будет... Тяжко. Ну, что, если шесть взрослых и четверо детей. Да, причем маленькие еще. Ну, в смысле... Ну, да, там... Пять лет. Два года. Или еще нету даже двух лет. Внучки Марининой. Ну, и пацаны чуть постарше. Будет весело. Они у меня народ все громогласный, орущий. Веселый. Ну, уже надоело одно. Пусть лучше гомон, крик, народ. Тем более уже конец лета. Ладно. Пойду я завтракать, пить таблетки. И начинать работать. Я надеюсь, у вас там все нормально? Надеюсь. Не подводите меня. Что, мои зайки? Ну, пишите комментарии. Вы даже не обязательно пишите к видео, если особенно нечего там писать. Напишите, вот как у вас дела. Что у вас новенького? Как здоровье? Каратенечко напишите. Вот и будет комментарий. И мне читать будет интересно. А то вот я читаю комментарий там. Спасибо, Любовь Николаевна. Любовь Николаевна, вы человек творческий. Любовь Николаевна, у вас золотые руки. Я только пишу. Спасибо, Людочка. Спасибо, Леночка. Вы мне что-нибудь про себя напишите. Какая погода. Что у вас хорошего приключилось. Ну и вообще, как жизнь. Ладно? Это будет и всем интересней. И мне читать интересней. И всем девчонкам, и ребятам. Какое-то общение живое, понимаете? А не просто так вот. Привет. Спасибо, Любовь Николаевна. Я и так знаю, что я у вас мастерица с золотые руки. Да я шучу, конечно. Обыкновенная я тетка. Только очень неспокойная. Которая не может сидеть на месте. И смотреть бабские сериалы. Вот и все. А научиться можно всему. Было бы желание. Ладно, лапуськи, давайте. Пошла я. Вот что у меня получилось. Я добавила вот этих вот. У меня было две длинных бусинки. Вот покрупнее вот эти побольше. И фурнитуру. Получилось метр двадцать с лишним. Сатуар. И вот эта еще штучка длинненькая. Так. И была одна бусинка гелиотиса. Мне очень нравится. Вот для меня вот это очень благородный цвет. Не знаю почему. Но я не люблю красное всякое яркое. Нет, делаю, потому что иногда хочется чего-то яркого. Но вот для меня вот это вот прям самые благородные такие цвета. Не яркие. И поблескивают, и переливаются, и прям. В общем, вот такая вот. Вот такой вот сатуар получился. Замок я не ставила, потому что он и так нормальной длины. Вполне его хватит. Вот. В дворе, да, носить. Напишите, мои хорошие, как вам. Вкус-то у нас у всех разный. Правда? И цвета, ощущения разные. Но мне нравится. Я говорю, я не могла уснуть. Так хотелось доделать. А вот серьги хочется яркие. Вот такой вот коралл у меня есть. Вот такие вот серьги. Шапочки я специально не стала делать. Я сначала одела шапочки. Но упрощают они. Это нужны, ну, такие шапки, такой красоты неземной. Так. Вот такие вот. Вот такие вот резные бусины. Вот цветок такой вырезанный с одной стороны и с другой. И вот такие вот. Вот какие, напишите мне, на ваш взгляд, какие интереснее. Швенз нет. Вот эти вот детские швензы, это я их так поставила просто. Они очень маленькие. Ну, у меня там, собственно, у Саши пришли швензы с замочками. Ну, вот когда они ко мне придут по СДЭКу, может быть, через недельку. Какие вам больше нравятся? Не знаю, мне нравятся вот эти вот двое. Прям вот нравятся безоговорочно. А может быть, просто потому, что их три штуки, уже, может быть, просто глаза разбегаются. Ну, вот жду, что вы мне напишите. Наверное, вот эта вот штука из цемента, которую я делаю, наверное, одна из последних в этом году. Потому что сейчас ребята приедут, и я... Ну, я как-то тут же работаю-то. А тут все будет занято. Больше я не знаю, где мне этим заниматься. Наверное, цемент прекратится. Там у меня вон еще одна штука лежит. Тоже надо бы ее доделать. Костя сейчас звонил с Таней. В Мурманске прям осень-осень. Прям осень. Мокро. И они одетые. В куртках. Да. У нас было два дня 23, а сегодня вот. А то Маришка боится, что приедет и замерзнет. Не бойся, Марина, не замерзнете. Рано еще замерзать. А как вам вот такие, если будут? Мне вот такие больше нравятся. Я тут и видео монтирую, и серьги делаю. В общем, короче. Вот швен забудет сверху. Мне кажется, очень будет симпатично. Ну что, мои дорогие. Ой, назагадывала. И там уберусь. И там сделаю. И сям сделаю. А сама из-за стола не могу выйти целый день. Понимаете? Время уже пятый час. Вот стукнуло мне сделать этническое украшение. Вот захотелось. Ничего с собой поделать не могу. Вот что значит торческий человек-то, а? Горив все ясным огнем. А вместо уборки вот понасобирала. Ведь в нашем деле что самое сложное? Придумать. И найти, из чего сделать. Чтобы, ну, подходящее устраивало, да? И вот я... Господи, вы бы видели, все коробки перевернула. Учинила бардак. А подобрала вот всего вот это вот. Причем есть у меня вот камень. Девочки, не знаю, что за камень. Это камень. Ну, что за камень? Непонятно. Такой неоднородный есть. Потемнее есть. Посветлей. Что за камень? Ну, такой негладкий. Такой какой-то... Такой... Ну, прям для этнических бус в самый раз подойдет. И вот этот кирпич меня, конечно, немножко смущает. Тяжеловатый. Но очень хочется, чтобы он был посередине такой вот именно здоровый. Ну, ладно, лапоньки. Буду делать, короче говоря. Потом вам покажу, что получится. Ну, что же, сделала я. вот такое получилось украшение этническое. Длиной оно 60 сантиметров. Ну, если кому-то понравится, я могу и серьги сделать к нему или браслет. Так что смотрите. застежка вот такая удобная. Такое вот украшение. Гости мои приедут 24-го. Осталось у меня вообще всего ничего. Марина с Серегой. Я думала, они раньше приедут. Нет, прилетят раньше. Народ прилетит. А Марина говорит, подъедем. Ну, может, к ночи подъедут. Вот. Сейчас вот обменялись голосовыми сообщениями. Ну, помните, наверное, я вам говорила на операции. Женщина. Сделали ей операцию. Ну, гистология будет через две недели только известно. Очень мне ее прям жалко. Я понимаю, каково ей тяжело. У нее мама уже лежит, слегла, уже не ходит. Плохо дело совсем. И она-то тут вот так вот. Ой, Господи, дай ей сила. Ну, я ей говорю, все будет хорошо. Не знаю, почему. Мне почему-то вот кажется, что нормально будет все у нее с этой операцией. Не знаю, вот почему-то вот как-то нет у меня негатива. Мне кажется, у нее будет нормально все. Ну, а с мамой что? Тут уже ничего не поделаешь. Тут уже все плохо. дай бог сил ей. Ой, я всегда говорю, мне так жалко людей. сколько ж нам приходится свою жизнь переживать, мучиться, вот это вот, ой, близких терять. ну, ну, это просто. Вы знаете, вот когда говорят там ад, вот там в ад попадешь. Да, ад на земле. Он и рай, и ад на земле, а не там где-то. только рай у нас бывает редко, на какие-то там минутки, ну, часы, может быть, какие-то мгновения. А вот этот, конечно, не дай бог, врагу не пожелаешь все это. Ну, ладно, буду надеяться, что все будет нормально. Дай бог здоровья и дай бог сил пережить все тяжелое и выздороветь. Слышишь меня? Я знаю, что сейчас не смотришь, но потом будешь смотреть все равно когда-нибудь. Держись и дай бог сил и здоровья. Ну вот, я сегодня с этими украшениями и цемент у меня весь потрескался, но я его намочила. Ладно, еще залью. Надо ногу сделать. Вот такую еще сделать. Ногу надо сегодня. Ой, ничего не успеваю. Еще он не поливал свои цветочки. Ну, ладно. Сейчас пойду на закат схожу и буду опять тут, пока не стемнеет. И девушка пришла поужинать. Ну, ты подожди, ладно? Сейчас я поговорю с народом и покормлю тебя. такая она боязливая. Ага. Вон, какой закат-то сегодня. Богатый. Ой, все раньше и раньше солнце садится. Кошмар какой-то. Вон, Костя звонит из Мурманска. Там светло еще в это время вообще. Ну, на югах оно всегда раньше темнеет. Так, чего хотела сказать? А, читала комментарии сейчас. Вот только к вечеру я прочитала комментарии к вчерашнему видео. Вы у меня молодцы, девчоночки, прям, ну, ой, душа не нарадуется на вас. Вот я и говорю, я ведь только из-за вас вот и снимаю. Да из-за того, что Алинке перед смертью обещала, она мне три раза сказала, снимай видео. Ну, как, как вот я бросила снимать и с вами общаться? Ну, скажите. вот меня прямо это останавливает и беру и иду опять снимаю. И снимать-то нечего особо. А идешь снимаешь, что есть. маленькая красота. Так, не помню, заговорила, нет? Приезжают мои 24-го. А у меня у Сереги было 60 лет, но у меня есть ему подарок. У Марины день рождения же, вот, прямо перед приездом в дороге будет. А вот Марине-то подарка нет. Я не знаю, что ей дарить. Ну, значит, какое-нибудь украшение буду делать. Так что жду. Еще, правда, дом не убрала. Ну, вот, вот, вот такая вот, а? Вот, приперла мне, ну, и весь день. И день пролетел, я и не заметила. Есть забываю, и все забываю. Как начну ковыряться со своими этими бусинами, все. А что, себя не переделаешь, человек такой, по-другому не умею. Вот, опять день прошел. Ну, я сегодня еще видео смонтировала из ваших видео, это тоже время надо на это дело. Сейчас пойду цемент еще надо доделывать. Долго, сохнет он долго, все это большое, а маленькое я делать не умею. красиво солнышко заходит. ладно, мои золотые, а что-то даже не знаю уже чего и говорить-то. целый день кто не даст. Я всегда говорю, а самим отнять, это надо автомат покупать. и в тюрьме сидеть и охотно на старости лет, да и грех на душу брать. Так что вот так придется жить так. Ой, как солнышко садится красиво. И все левее и левее. Я говорю, то там было между двух кустов, а теперь уже вот тут. Там вот роща миндальная, где солнышко садится подальше. В том году мы поехали, а наверное в этом году уже не будет, потому что поздно. Надо раньше. Его весь обрывают раньше. Кто на чем? Кто на мотоцикле? Кто на велосипеде? Дяденька с собакой с большой гуляет каждый вечер. Ладно, лопучки мои, давайте, пусть все будет хорошо. Спасибо вам огромное за то, что вы у меня есть. Давайте, хорошего вам вечера, спокойной ночи, не грустите. Смотрите на все проще. я вот стараюсь, я вот стараюсь, я вот стараюсь, я вот стараюсь, стараюсь. Сейчас уже уйдет. Да, ну вот и как, вот закат, солнце вручную, прям вот раз, 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 и на глазах уходит. я вот когда была моложе, да, на это внимания не обращала. Ну, красиво, да, солнце садится, но что вот так, наверное, не до этого было стоять, смотреть, как оно уходит. А сейчас вот мне на это не жалко времени. все, пока, солнышко. До завтра. Все, девоньки, август к концу подходит, лето к концу подходит. Вот оно, вместе с вами мы его встретили это лето и провожаем уже. так все быстро. Уже можно начинать осенние песни петь. Скоро осень за окнами август от дождя потемнели кусты. Ну, и в этом роде. Ну, у нас пока кусты не потемнели. Наоборот, дождик не дождешься. Ладно, лапоньки мои, давайте. До завтра. Я вас целую, обнимаю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok